Мы уже рассмотрели период приготовления. Остальные пункты рассмотрим очень быстро. В книге Откровения говорится о семи печатях. Свитки запечатывались, чтобы они не разворачивались. После семи печатей появляется семь шофаров или семь труб. Седьмая труба приводит к излиянию семи чаш Божьего гнева. Поэтому вы видите, что это прогрессия. Это не повторение одного и того же события. Но события развиваются следующим образом. Семь печатей, семь шофаров, семь чаш гнева. Таким образом создан эскиз для лучшего понимания книги. И в пятой главе книги Откровения Агнец, который раскрывает свитки. Он достоин. Я не буду уделять много времени этому толкованию. Он достоин открыть книгу. И снять печати. И открытие свитка, запечатанного семь раз. Семь печатей — это семь периодов Божьего суда над миром. И мы не знаем, когда это происходит в истории церкви. Кто-то может сказать, что печати символизируют события, происходившие на протяжении истории. Все эти события действительно были в истории. Возможно, в конце времен эти события будут повторяться более часто. Но печати менее всего отображают их хронологию. Под этими печатями подразумевают определенные бедствия. И печати не являются параллелью египетским казням. Суды-труп и семь чаш Божьего гнева соответствуют казням над Египтом. Но вот в чем разница. Казни над Египтом, мировой державой того времени, были локальными. А казни Бога над мировым Египтом в последние дни происходят по всей земле. И они более интенсивны, чем казни над Египтом. Отображение казней — это семь чаш Божьего гнева. Помните, что в Египте было десять казней. Тогда как в книге Откровения 21 проявление суда. Вот здесь число полноты, число десять. Здесь цифра семь повторяется три раза. Что изображает полноту Божьего суда в соответствии с другой нумерологией. До суда труб Мы читаем о ста сорока четырех тысячах запечатленных. После этого, я смотрю и увидел четыре ангелы стоять на четыре corners of the earth, holding back the four winds of the earth to prevent any wind from blowing на земле, на земле, на земле, на земле. И я увидел еще один ангел coming up from the east, having the seal of the living God. Откровение, 7 глава, 1-4 стихи. И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Почему это настолько важно? Потому что печати — это защита Божьей метки на головах 144 тысячах евреев. Другими словами, очень много евреев запечатлено с целью их защиты. Поэтому казни Бога им не повредят. Это не означает, что антихрист не будет преследовать евреев. Но Божий гнев не коснется их. Таким же образом, во время казни в Египте были преследования евреев. Фараон утяжелил их работы. Но евреи были защищены от казни в земле Гошен. Поэтому здесь мы видим параллель исхода на Пейсах. Когда Божий народ вошел в защищенное место. Вначале еврейские верующие. Но потом в 7 главе Книги Откровения мы видим остальную часть тела верующих. И здесь говорится о еще живых. Это описание нашего положения перед Богом, когда мы приходим к совершенному единству. И в 5 главе Откровений говорится о тех, кто умер или был убит. И они возопили к Богу, «Доколи, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь». Они были посажены на небесах не только после своей смерти. В действительности, в этом отрывке мы видим отображение Эфесянам 2, 5. Где сказано, «Нас оживотворил со Христом и воскресил с Ним и посадил на небесах уже сейчас». Давайте прочтем 9 стих, 7 глава Откровения. Вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и пред Агнцем. В белых одеждах и с пальмами и ветвами в руках своих и восклицали громким голосом. Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу. Когда ангелы услышали наше прославление Бога, то они пали тоже и начали славить Бога. Также и 4 животных. И книга Откровения говорит нам о том, кто это такие. Один из старцев спросил Иоанна, «Кто они?» С 14 стиха «Ты знаешь, Господин». Это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. В английской Библии этот стих звучит так. «За это они пребывают перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его и сидящий на престоле покроет их своей скинией». Это Его скиния защиты. Стих этот ободрял верующих первого столетия. Это дает полноценное представление о Божьих людях в этот период. Во-первых, о верующих из евреев и о верующих из каждого народа колена и языка. И в конце концов исполнится судьба, предназначенная нам Господом. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать. «Ибо Агнец, который среди престола будет пасти их и отрет Бог всякую слезу сочей их». Затем в восьмой главе снята седьмая печать. И здесь описаны казни, которые очень похожи на египетские казни. Но все хорошо, ведь Божий народ защищен. И эти казни будут прогрессировать. Заметьте в седьмом стихе восьмой главы «Град и огонь». Третья часть дерев сгорела. И затем большая звезда столкнулась с землей. Это похоже на громадные метеориты, которые приближаются к земле. И упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику. И третья часть ввод сделалась полынью. После звука четвертой трубы затмилось солнце и луна, что напоминает нам о пророчестве Иоиля, о нашествии саранчи. И последние трубы соответствуют трем бедствиям. Открывается бездна и происходит демоническое нашествие саранчи. Похоже, что это демоническое нашествие саранчи и саранча в одно и то же время служит Богу и мучает людей. Люди все равно не прекратили следовать за антихристом. Это высшей степени литературный язык, который мы не должны понимать буквально. Некоторые люди думают, что здесь говорится об внестрельном оружии и вертолета. Но там также написано волосы у ней как волосы у женщин, а зубы у нее были как у Это символический язык. И затем при звуке шестой трубы начинается война, в которой принимает участие 200 миллионов людей. Мы не можем полностью проникнуть в символическую глубину, но на этом развитие событий приостанавливается. И мы наблюдаем следующую картину. Во-первых, ангел с небольшим свитком, который повелел Иоанну съесть свиток, потому что приятно находиться в воле Божьей, но суд Бога горький. Заметьте еще один факт в 10 главе. 7 стих «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божья, как он благовествовал рабам своим пророкам». и это очень важно, так как указывает на время Вознесения. Таким же языком говорил Павел. сам Павел говорил, что ему была открыта тайна Бога, сокрытая от веков, это церковь, когда еврей и язычник будут одним целым в теле верующих. Павел говорит в 11 главе послания к римлянам, что весь Израиль спасется. И мы увидим события последнего времени, которые перечислены здесь на доске, после того, как войдет полное число язычников. Бога связано с полным числом верующих, составляющих тело Мессии. И когда это произойдет, тогда прозвучит седьмой шофар. Существует такая вероятность насчет семи шофаров. Так как это приводит нас обратно к идее семи лет. Как сказано, период Великой Скорби будет длиться три с половиной года. Но казни могут начаться до трех с половиной лет. И возможно, что звук всех семи шофаров будет на праздник Роша-Шана в течение семи лет. Возможно. Существует такая вероятность. Но это возможно. В 11 главе Откровения мы все еще не услышали звук седьмого шофара. флага. Мы встречаем еще одну особенность этого века. Это восстановление пророческого служения. Заметьте о сущности Великой Скорби во втором стихе «Они будут попирать святый город 42 месяца и дам двум свидетелям моим и они будут пророчествовать 1260 дней будут обличены во в речище». В 6 стихе «Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, иметь власть над водами, превращать их в кровь и поражать землю всякую язву, когда только захотят». Еще один очень важный факт. «В древнее время в Египте казни происходили сами по себе? Или же у них было предсказано пророчески? Так что люди точно знали, что это было исполнение пророчества, когда казни пришли? Конечно же, это второй вариант. Да? Поэтому сейчас мы видим два основных пророка. и, наверное, и другие пророки по всему миру. Некоторые люди думают, что эти пророки это евреи и язычник. Но эти пророки исполняют такое же задание, как и Моисей и Аарон. Но также здесь виден образ пророка Илии. Но мир не кается. Бог допускает убийство пророков. Целый мир празднует это событие. Вы думаете, почему мир не верит этим пророчествам? И как мы увидим это позже, потому что у Антихриста есть своя власть. поэтому они убили пророков. Но три дня спустя, так же, как и Ишуа, пророки воскресли и взошли на небо, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. и затрубил седьмой ангел. Иоанн говорит о седьмой трубе. Сейчас время наградить твоих слух и святых твоих. Поэтому вероятно, что труба это шофар, упомянутый в четвертой главе послания к фессалоникийцам. И он объясняет о вознесении церкви. Но мы не встречаем этого в тексте, потому что в книге Откровения есть еще несколько вводных глав. Звук седьмого шофара. Но потом все еще нет описания Божьего гнева. Вместо этого мы встречаем описание женщины. Женщина в девятнадцатой главе это Израиль. И дьявол хочет погубить Израиль. дьявол воюет с Михаилом и его архангелами. Дьявол скинут на землю и преследует женщину. Кто-то скажет, что дьявол был свержен на землю во время распятия Ишуа. Или же он укажет на какое-то другое время. Но этот отрывок раскрывает мировую историю. Женщину защищают. И особенно во время этих трех с половиной лет скорби, до времени и времен и полувремени. И когда дракон не смог убить ее, 17 стих 12 главы рассверепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее. И здесь мы понимаем, что церковь это настоящее семя Израиля. Вы понимаете? Есть еще одна иллюстрация, которая характеризует тот период. Это образ зверя, зверя пораненного, но излечивающаяся. Откровение 13 5 Дана ему власть действовать. Опять-таки, три с половиной года, 42 месяца. Эта фраза повторяется снова и снова. 7 стих и дано было ему вести войну со всеми святыми и победить их. Это выглядит так, как будто мы проиграем. Но на самом деле так не произойдет. Мы защищены. Затем говорится об объявлении лжепророков в это же время, который говорит людям поклониться зверю. И в 13 стихе он творит великие знамения и чудеса, будто эти сверхъестественные чудеса подкрепляют власть зверя. Вот почему мир не последовал за пророками. Потому что они видят чудеса и знамения. Лжепророк и зверь говорят, что они победят войну. И причина всех проблем это верующие. Мы не рассмотрели все события, связанные с седьмой трубой. Кстати, вам известно число антихриста? это число 666. Многие пытались отождествить это число с римским императором, но мы так и никогда и не могли найти этому объяснение. Божий народ защищен. Кстати, пророческое служение это часть этой защиты. в 13-й главе мы видим разоблачение антихриста. Он фараон последних дней. И его пророки похожи на тех пророков, которые творили чудеса во времена Моисея. Вы видите все эти необычайные сходства? И до того, как изольется Божий гнев, после звука седьмой трубы, мы видим агнца и 144 тысячи. из евреев названные первенцы. И затем Евангелие распространяется среди всех народов. Затем мы читаем о жатве на земле. И здесь наконец описано Вознесение, о котором было сказано в 11 главе с началом седьмого трубого звука. Откровение 14-14 Взглянул я и вот светлое облако и на облаке сидит подобный сыну человеческому на голове его золотой венец и в руке его острый серб. 15-16 стихи и вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожита. После звука седьмой трубы и до излияния Божьего гнева на землю происходит Вознесение Церкви. Потому что второй ангел объявляет о излиянии Божьего гнева. 18-18 стихи «Иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точное гнева Божьего. Это гроздья Божьего гнева. И затем мы читаем о семи чашах Божьего гнева, которые изливаются на землю. Чаши Божьего гнева изливаются одновременно с вторжением в Иерусалим. Но Божьи люди спаслись. Что произошло в книге Исход? Море раскрылось, и народ Божий перешел на другую сторону. Поэтому до наступления Божьего гнева появляется облако славы. И через облако славы мы спасаемся на другой берег. Потом изливаются чаши Божьего гнева. И это очень краткий период в конце книги Откровения. Может быть, он длится 30 дней. Потому что мы также можем найти ссылку на 290 дней. Может быть, этот период гнева символизирует период между праздниками Роша-Шана и Йомки-Пу. Этот гнев изливается стремительно. И вы можете прочесть о чашах гнева. Поэтому прохождение сквозь облако славы – это параллель вхождения в море. Еще раз эта книга Откровения следует модели Исхода на Пейса. И затем в 17-18 главах мы читаем о поражении Езавели и Вавилона. Езавель – это образ главного города. И Антихрист обращается против своего собственного города. Это может стать аналогом того, как Нерон сжег Рим. Но это также вся Вавилонская система. И система Езавели, где лжеполитика и лжерелигия объединены вместе. Они упадут. И сам Антихрист станет причиной их падения. И затем в 19-й главе мы читаем о пришествии Мессии. Потому что изъялились чаши Божьего гнева. Антихрист приходит и вторгается в Иерусалим. И в это время небеса открываются. Откровение 19-11. «И увидел я отверстое неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Имя Ему — Слово Божие. Он был облачен в одежду, обогренную кровью. И воинства небесные следовали за ним. И из Уджа его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Как мы видели в 11-й главе Исаии. И затем мы видим. В 19-м стихе мы читаем. «И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством него». Это нелепо. «Что сделал фараон, когда раскрылось море?» И израильтяне прошли сквозь море. «Преследуя Израиль, он послал свои войска в море, и все они потонули». Поэтому что же сделает Антихрист? Будучи под контролем дьявола, он видит облако славы. Верующие в Бога прошли сквозь нее. Что он делает? Он посылает свои войска на войну в Иерусалим. И они все тонут в гневе Бога. То же самое событие. Антихрист полностью поражен. Потом они брошены в озеро Огненное. И дьявол. И затем мы входим в Тысячелетний век, что есть обетованная земля. Так же, как и Израиль вошел в обетованную землю. И все народы приходят к познанию Бога. В конце Тысячелетнего Царства происходит небольшой бунт. Великий суд в конце Тысячелетнего Царства перед Великим Белым Престоном. И в конце последняя обетованная земля, то есть Царство Вечности. И у меня нет достаточно времени, чтобы прочитать это. Обычно я читаю. Но прочитайте о славе Вечного Царства. И здесь мы видим Пейсах. Роша Шана в звуке шофаров. Мы видим Йом Кипур и покаяние Израиля и народов. И мы видим Суккот в Царстве Вечности. А также брачный пир Агнца. Это Новый Иерусалим. Как только люди входят в город и присутствуют на брачном пире Агнца. Это праздник Суккот, по моему мнению. Вот характер Книги Откровения, которая открывает славу Бога. Вот эти семь пунктов. Я хотел бы, чтобы вы прочли 21-22 главы Откровения и ободритесь, ведь наступает Царство Вечности. Бог блесит вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok